С целью ознакомления с инвестиционным потенциалом регионов республики и проработки новых торгово-инвестиционных соглашений в эти дни страна принимает узбекско-корейский бизнес-форум. В рамках визита делегация республики Корея посетила Сырдаринскую область. О том, какие контракты и соглашения были подписаны, узнавал наш корреспондент. После плодотворных бизнес-встреч в Ташкенте и в столичной области делегация Кореи, а это 200 представителей из 115 компаний, прибыли в Сырдаринскую область для ознакомления с крупными производственными предприятиями. За эти три дня я своими глазами увидел то, насколько здесь развита инфраструктура, объекты производства. В первую очередь для нас, предпринимателей, создан благоприятный инвестиционный климат. Мы также планируем осуществить ряд проектов именно в Узбекистане, так как здесь хорошие перспективы. Итак, программа весьма насыщенная. В первую половину дня гости ознакомились с производственными предприятиями по выпуску кожевинообувных изделий, керамических плит, стеклотары, стройматериалов. Также состоялось ознакомление с деятельностью комплекса по производству полипропиленовых мешков. Для нашей съемочной группы это была отличная возможность пообщаться с членами делегации и узнать их планы. Это мой первый визит в Узбекистан. Наша главная цель – это изучение экономического потенциала региона. После визита мы с нашими коллегами обязательно проанализируем реальное положение дел и определим для себя направление, по которым мы будем развивать совместные проекты. Ведь для этого мы уже наладили необходимые контакты. Как вы знаете, в Узбекистане задействованы последние технологии из ведущих стран, как Германия, Корея, Китай. И хочу заметить, что это и есть предпосылки к отличным результатам, за которыми мы уже наблюдаем. Почему я здесь? Потому что я хочу глубоко изучить Узбекистан. Я сейчас заканчиваю вуз в Корее. После окончания университета я намерен наладить контакт с узбекскими бизнесменами. Моё направление как раз таки и касается производства стеклянных изделий. И мне очень интересно наблюдать за процессом. Я думаю, Узбекистан для нас считается главным партнёром в различных секторах. Мы являемся представителями лайв-компаний в Корее. Главное, что мы хотим инвестировать и развивать бизнес. Наша компания занимается производством умных теплиц, которые работают исключительно на солнечных батареях. Вот вчера мы побывали в Ташкентской области. И должен сказать, что климат и почва полностью подходят для того, чтобы мы могли внедрить инновации именно в Узбекистане. Тем более, со стороны государства делается всё для поддержки частного бизнеса. А главное событие дня состоялось уже в областном центре в городе Гулистан. В рамках форума также была организована выставка отечественных и корейских товаров. Кстати говоря, Сырдаринская область была выбрана не случайно. Выступавшие на узбекско-корейском форуме предприниматели из Кореи проявили интерес локальным производственным предприятиям и намерены внести инвестиции. Узбекистан Предприниматели из Кореи проявляют живой интерес к различным сферам, таких как фармацевтика, градостроение, IT. Говоря об улучшении инфраструктуры с корейскими партнерами, была достигнута договоренность о возведении Нравшан-Сити в одноимённом городе. К тому же, отдельное внимание было уделено и науке. Была достигнута договоренность о создании нового корейского вуза в Узбекистане. В рамках форума было налажено сотрудничество ещё по четырём направлениям, таких как туризм, инновация, наука и социально-экономические сферы. И это ещё не всё. В числе ярких примеров можно отметить проекты в текстильной сфере на 150 миллионов долларов, в здравоохранении на 130 миллионов долларов, в нефтегазовой отрасли более 4 миллиардов долларов, из них корейская сторона вложила почти полтора миллиарда долларов, и проекты по развитию инфраструктуры на 50 миллионов долларов и другие. А главное, в открытом диалоге лицом к лицу стороны смогли предметно обсудить перспективы делового сотрудничества на базе конкретных проектных предложений.